Чесик в радость, чефир в сладость, пацаны и пацанессы. Я, Молния Максим, километры мне в час. И сегодня я решил нанести визит в автосалон Лада. В своём родном городе, хрен знает, где Пинске. Хе-хе, хочу глянуть, по какой цене сегодня толкают моих новеньких тольяттинских братишек. Айда со мной, будет интересно. Итак, Лада Гранта, гвоздь мне в колесо. Фу ты, ну ты, вся в солидоле. Конкретно эта тачка у нас в кузове сарай, мешок ей в багажник. Зеркала с повторителями, хе, по любасу жирная комплектуха. Ха, а ручки-то как на чапырке 2005 года. Хе-хе-хе, да и сами двери от неё же, кажись. Хе, чё по салону, пацаны? Фу, запах, как в старом чемодане. Давайте присядем, что ли, а то чё как неродные. Хе, в салоне царства китайской пластмассы. Ох, ёпта. Это чё? Хе, так дверь закрылась. Я чуть антифриза не напрудил. А это чё за приблуда? Где пионер Духдиновый? Усилок мне под сиденье, а? Чё там у нас сзади? Не, пацаны, девчонок тут не потискаешь. Хе, зато вон сигналку уже вкорячили. Оп, проныры. А самое главное. Знаете, сколько это чудо стоит? 830 тысяч деревянных. Там в салоне даже цены не было, чтоб я колёса не откинул. Ой, чё хочу сказать. Гранта по управляемости и ощущениям отъезды ничем не отличаются от гнилого девитоса вашего соседа-алкаша. И вот эта спартанская колесница стоит 800 косых. А ещё у неё карабас воет, как волки на луну. Ага, а это у нас чё? Лада Веста, ёпт. Не, ну, так-то вид имеет. Сразу видно, что придумали её не наши бракоделы с саморезом в обшивку. Да и дверь уже открывается покозырнее. А не как на классике из 80-х. Такая вот здесь импортная панель. Всякие крутилочки барские понаставили. Климат им в контроль. В багажник они вкорячили баллон с газом, поэтому места ну вообще нет. И допы, как я погляжу, уже понакрутили. Я этот Кен Вуд на рынке за полтораху могу взять. Алё, давайте скручивайте всё и продавайте её за 600 косых. Ладно, погнали цену смотреть. Что? 950 косарей за этот газенваген? Ха, ну всё, держите меня семеро. Хотя, если полубомж комплектацию, то, думаю, в 900 косых уложитесь. И тут уже повод задуматься. Зачем нужна гранта за 830 тысяч, когда можно пожить на дошиках ещё месяц-другой и купить вот эту вот невесту? Хотя, чё уж там, можно всю жизнь прожить на дошиках и взять крузак трёхсотый, шоп его. Давайте ещё одну невесточку посмотрим. Веста СВ, понимаете ли? Хе, интересно. А Веста плацкарт есть или нет? Хе-хе-хе-хе. Блин, ну тут вообще барабан. Как без музла-то ездить, а? Зато тонер сзади пятак. Пацаны, эта тачка реальный бункер. Веста траходром эдишн, ёпта. Хе-хе-хе-хе. Не, ну а чё, багажник весь такой цивильненький. Всякие полочки, нишечки. Если ты в натуре хозяйственный мужик, то это твой варик. Чё по цене? Мать моя копейка. Да тут уже за лям. Лям за Жигули на палке. Сейчас ещё маза пошла допы вешать. Так вот тут допов на сто косых. А в реале эта тачка стоит девятьсот тысяч. Это они вам сетку в бампер, сигналку и коврики в салон бросят, нагрутят сто кусков и делаете чё хотите. Давайте теперь новый Нивандос глянем. Хлопушки-воробушки, ну и динозавр. Хе-хе-хе. Чё они эту морду отвесно везде клепают? Двери, как на старом Нивасе. Вообще ноль отличий. Давайте занырнём внутрь. Вот так вот вы сюда сядете и поедете по деревне понтоваться перед колхозниками. Хе-хе-хе. По салону вообще ничего не поменялось. Разве что магнитолу за 50 тысяч уже и сюда примастырили. Подголовников сзади нет. Поэтому бошки ваших друзей в случае аварии улетят в багажник. Зато вместо подлокотника полноценный обеденный стол. Тазик им в оливье. Хе-хе. Ну знаете, если в этой тачке бухать, а не ездить, то вполне себе варик. И цена этой повозки... 930 косых, и из которых почти 130 сраные допы, чтоб его умереть не встать, кенты. Эй, автоваз, давайте отпиливайте эту всратую морду от Весты. Цену делайте в два раза ниже и с пивом покатит. Хе-хе-хе-хе. Ну и напоследок Веста Спорт, пацаны. Это вам не какая-то лада-граната. Хе. Топ-жир комплектуха. Десулиевающая бомба. Пушка-гонка базарю. Со светофора всех накажет. Ну, кроме меня, разумеется. Хе-хе-хе. Так, чё тут у нас? Ох, мать твою. Все стёкла электро. Сиденья. Ммм, шик, блеск, мультируль, коробка скоростя щёлкает. Прямо как я съемки у Бабы Гали. Хе-хе-хе. Везде кожа рожа. Ну всё. Все районы и соски ваши. Хе. Глянем на цену. Пацаны. Это лям-четыреста. Если мне такая встретится на светофоре, то я скорее помру с осами, хоть я вздрючу её движок не на переборку. Ммм, да, чувачки. Ну и цены. Не думал я, что жигули нынче столько стоят. Поэтому все дружно перевариваем своим девятком пороги и ездим до лучших времён. Пошли они на разборку с такими ценами. Ну, а если хотите, могу и буржуйский поделать и глянуть меж делом. Для этого подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите в комменты о том, в какой салон мне стоит скататься. Всё. Хе-хе-хе. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok